Девушки отдыхают «Стол накрыт» или «Все за стол». Это и есть тема нашей передачи сегодня. «За стол». Не то, чтобы я предлагал вам поесть, нет, я предлагаю поговорить о пище, приготовленной кем-то особенным, кто приглашает вас за стол. Послушайте 22-й псалом, 5-й стих, где написано «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». Речь здесь идет о добром пастыре, о Господе, который сам накрывает для нас стол. Какими бы ни были наши условия, как близко бы не подобрались наши враги к нам, Господь приглашает нас за стол. Он хочет, чтобы мы были Его гостями, жили в Его славе, в постоянном общении с Ним. Когда мы за столом, это время единения. Мы можем общаться и делиться сокровенным. Я приведу вам два очень разных примера из Евангелия. В первом примере мы видим нечто невероятное. Сам Господь Иисус накроет стол для тысяч людей прямо в пустыне. И да, вы не ослышались. Для тысяч людей это чудо умножения хлебов. В Евангелиях описаны два случая умножения хлебов. Про них мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, 14-15 главах. Также в Евангелии от Луки, 9 главе. В Евангелии от Марка, 6 главе и 8. И у Иакова, 6 главе. Эта толпа, накормленная посреди пустыни, будет неотступно следовать за Иисусом, будучи алчащими и жаждущими, но уже не простой пищи, а Слово Божьего. Ученики тоже были голодны по Его Слову, потому что оно отличалось от всего, что они слышали ранее. Они даже скажут Иисусу, «Да, и нам есть этот хлеб жизни». Если в вас есть жажда по Богу, слушайте и читайте Слово Божие, и вы насытитесь им. Вы будете сыты, потому что Господь за своим столом всегда даст вам хлеб жизни. Итак, толпа следует за Иисусом. Там примерно 4 или 5 тысяч людей, и Он накормил их посреди пустыни. Возможно, люди задавались вопросом, «Как и зачем следовать за Иисусом? Он постоянно уходит в какие-то отдаленные пустынные места? Зачем же идти за Ним, если у нас нет никакой гарантии?» Это чудо с умножением хлебов для 5 тысяч людей показывает еще раз, что Бог — наш обеспечитель. Когда мы следуем за Ним, Он заботится о нас. У меня самого был такой опыт. Я ставил профессию инженера, чтобы следовать за голосом Иисуса. Тогда мне еще не знакомым. Многие члены моей семьи спрашивали меня, «Хорошо ли я подумал, какие у меня есть гарантии? Чем я буду зарабатывать на жизнь?» Я могу сказать, что все эти десятилетия следования за Иисусом и служения Ему, Он обеспечивал и меня, и мою семью. Он никогда нас не подводил. Когда Господь приглашает нас за Свой стол, у Него всегда есть обеспечение для нас, для каждого, кто следует за Ним. Ну а теперь поговорим о врагах. В Псалме написано «Ввиду врагов Моих». Кто это такие? В пустыне не было врагов, но, тем не менее, они могли появиться на обратном пути. Это были люди, которые не верили рассказам о том, что такое множество народу было накормлено в пустыне. Это же невозможно. Возможно, поэтому Иисус велел собрать оставшиеся в корзины. И получилось шесть корзин в первом случае и двенадцать корзин во втором. Эти корзины были свидетельством того, что чудо имело место. Это было доказательством для сомневающихся и неверящих. Бог за нас. Он дает нам веру, что за Его столом Он всегда будет с нами. Вторая ситуация полностью отличается от первой. Вы найдете ее в Евангелии от Иоанна, 21 главе, где Иисус накроет стол для одного единственного человека. Это был ученик, которого Господь любил. Его ученик, его апостол Петр, который был близок к Иисусу. Он был в постоянном общении с Ним. До того дня, когда он не сдержал своего слова, когда он низко пал, отрекся от Иисуса при всех, трижды, как написано. Петр не мог простить себя. Он был на самом дне. Он мог только плакать и сокрушаться. Разве может Бог простить такой грех? Он постоянно винил себя. Но у Иисуса было решение для Петра. Петр решил снова заняться рыбным промыслом. Он возвращается на Галилейское море со своими друзьями. Но рыбалка идет неудачно. Сеть остается безнадежно, пустой. А на берегу был кто-то, кто наблюдал за ними. Эта небольшая команда учеников не исчезла с Божьего радара. Господь наблюдает за ними. Он ожидает их. Они сперва не узнали Его. Он сказал им закинуть сеть по правую сторону. И они уже не могли вытащить ее из-за множества рыбы пойманной. Тогда они узнали Его. Это Иисус. Петр бросается в воду. Ему нужна личная встреча со своим Господом. У него тяжесть на сердце. Ему срочно нужна встреча с Богом. Видите ли, когда вы ошибаетесь, падаете. Нужно как можно скорее вернуться к ногам Иисуса, который поприветствует вас и пригласит за свой стол. Он скажет, приди и ешь. Я приготовил для тебя великолепный пир. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. С испачканной совестью. С грязными ногами. Во грехах. Итак, Петр преподает к ногам Иисусом. Он печален, не поднимает головы и думает, неужели Иисус может меня простить? В то время как Иисус уже давно простил его. Петр ищет утешение у Иисуса. Он ищет восстановление близости и общения. Петр несчастен. Он не может идти дальше без Иисуса. А Иисус задает ему вопрос, возвращающий их к теме дружбы, общения и Божьей любви. Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Мы помним, что Петр говорил, даже если все оставят тебя, вот я не оставлю никогда. Иисус задает этот вопрос второй, затем третий раз, чтобы Петр был честен, чтобы он сказал правду из глубины своего сердца без обмана. И он говорит, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Служение Богу основано на любви. Господь желает благословить нас, несмотря на то, что произошло. Он приглашает нас вернуться в общение с Ним. Он простил вас. Когда вы придете к Нему, Он снимет вашу вину, освободит вас и возвратит вас ваше служение и призвание. Не забывайте, Петр был призван, и Иисус напомнил ему, что он все еще нужен Господу. Его нельзя было никем заменить. Господь доверил Петру пасти своих овец. За Божьим столом Господь будет с вами. Он поднимет вас и обязательно восстановит. А еще вы заново откроете для себя прекрасную перспективу для вашего служения Богу. Господь ожидает вас. И закончить я хочу 22-м псалмом, 5-м стихом, где написано, «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». Речь здесь идет о добром пастыре, о Господе, который сам накрывает для нас стол. Я молюсь, чтобы у вас была личная встреча с Ним. Да благословит вас Господь. Ожидайте Его всегда. Господь ищет личные встречи с вами. До скорых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова